Итак, продолжаем рассматривать события Духнира, вторая стадия, и игрок Синдс, жестший, наверное, идет за империю, и член Панавеем Аракорн, мой старый, давний знакомый, еще по Сатилы, идет он за орков на этой стадии, ну и интересно, какой состав собрал. Три у нас Сквига стада, четвертая это Сквига прыги, элитный отряд, первая линия это четыре пацана, четкие пацаны орков четыре, и еще и Коблинская швырялка здесь, ну и Ожак Мясник с юной, с похищением души и со всеми обидными на ближний бой. Что там еще у него? Замечательная его обилка. А, давай по делу, плюс 8% населения Натиска, да, давай по делу, так по делу. Три четких пацана орков на вепрях, ну и Империя, вообще тяжело, конечно, Империи играть против форума, крайне мере, мне тяжко, капец. Даже не знаю, там либо уже совсем брать какой-нибудь там супер жесткий гайд расстрельный от кавалерии и от танка, либо, не знаю, там от беших стрелков как-то там загораживаться где-то и пытаться все-таки их расстрелять, этих фортов, используя сеть там. Хотя, тяжело это, конечно. Тяжелые мечники, раз, два, три, четыре, два, вот, вычку вкачаны, серебряный пистолир, один стрелок, раз, два, три, четыре копейщика, один бакилян и один китритовый маг. Так, у нас китритовый маг, вон там шипастый щит, и паровой танк у нас, ну вот, пожалуй, имперский полководец с синей банкой, или эксквардия цитлера. Ну а, что там у нас из школы жизни, ну, наверное, все-таки сеть здесь лучше, так, а окаменение плоди дает, но единичная цель, конечно, но вот шипастый щит, да, это еще туда-сюда. Так, вот, сближаются соперники, посмотрим, кто-то, кто-то, кого дотянется. Ну, вообще, танк, вот он дотягивается даже до Ажага, я бы, да, может, все-таки по Ажагу убил бы, потому что швырялка, она очень эффективная, посмотрите, зашла один раз, народу выкосила, второй раз, просто кошмар. То есть, стоять здесь и танк всего лишь, вот, вот, а то ли здесь элиту выхлестывает, да, то ли, ну, и пошли фланги, пошли фланги у Аракорна, по-атильски играет, то есть, уже вышел он в тылы своими спигапрыгами, сейчас будет он заходить жестко в тыл. Так пошло у нас, что, да, улучшенное похищение, хотя с такого расстояния можно было просто, наверное, похищение кинуть. Так, ну, вот эти вот стоят, зря стоят, конечно же, товарищи. То есть, цель-то здесь простая у Аракорна, зайти, завязать ближним боем всю первую линию империи, и с тыла уже вот эти вот все товарищи, посмотрите, сквики, как замечательно, с тыла заходят на серебряные пули. То есть, вот, опять-таки, изъем построения, мы видим такое огромное количество копейщиков, аж 4 копейщика в итоге, сзади никто и не прикрывает этих стрелков. Вот они спигапрыгают, они просто-напросто уничтожают здесь серебряные пули. Вот, но обзор-то не об этом, обзор у нас о танк. Танк уже успел и не очень крутую пеху пострелять, но, тем не менее, 36 он уже набил. И не вселяет он, так скажем, уверенность в победе в сердца соперников. Ну, и что у нас, шипаст еще был откинут. Ну, а сквигастада, вот оно все-таки не тем здесь занято, сквигастаду лучше-то вот как раз по тылам отрабатывать, по тяжелым тем же мечникам, здесь по тяжелым мечам, кобейщикам даже здесь вот можно. Да, вот посмотрите, как эффективно заходит сквигастада с тыла по тяжелым мечам и потихоньку обращает бегство. И вот эта гуляющая по тылам кавалерия и вся эта подвижная составляющая, посмотрите, как она бежит. Ну, то есть, не те это цели. Вроде бы и кинулись они на флагеллянтов, но, тем не менее, наличие здесь генерала и наличие какое-то время нефритовый этот маг. Там флагеллянты стоят, плюс тяжелые мечи здесь теперь помогают. Вот похищение души у нас, он, наверное, перепутал арагон, скорее всего, хотел он на нефритового мага откинуть, но он в дубу боя, в дубу боя. Вот, неплохо, да, заходит сейчас танк, у нас начинает отрабатывать. Сейчас развернулся, да, куда он у нас по сквигапрыгам отрабатывает. Ах, да, это была паровая пушка. Паровой пушкой отрабатывать нехило, но, тем не менее, превосходство в пехе. И где-то сквигапрыги зашли, где-то кавалерия, посмотрите, деловыми натисками. Вот один только у нас тяжелый мечник, который по делам не выхватил. Вот он в итоге у нас и пока целый флаг тут откидывается. Что-то зелье стойкости имперский полководец пьет. Ну, а танк, между тем, продолжает отрабатывать. Хотя, вот, можно было бы уже пытаться, конечно, да, вот, 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 видит этот аракон. Вот, и сейчас он толпой, и все здесь навалятся, идут на этот танк. И посмотрим, насколько, как бы, это предъяснено. Да, вот они, сквиги, даже копейщиков они грызут. И, вот, так говорю, единственный отряд, на который, посмотрите, раз, два, три, аж четыре отряда какое-то время навешаны. Поскольку ни с тыла, ни с фланга, а все это во фронт, ему навешивается ничего, ему здесь не делается. Ну, и тяжелые мечи под окаменением плоти очень жестко. Они, конечно же, здесь стоят, 155 аж доспех у них, но, тем не менее. Ну, основное здесь, это, что выхватывает ажак, конечно, от имперского полководца. Здесь это тяжело, то есть его нужно спасать. Очень красивая битва, конечно, здесь. Да, выхватывает ажак и бежит, 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 и вдогонку за ним полководец. То есть, то, чего и следовал ожидать, в общем-то, попехи, даже не имея в составе какую-либо там забойную пеху, типа черных орков, типа диких орков. Вот, посмотрите, зеленохожие спокойно разматывают пехоту империи. Да, здесь у нас и мечники, и чарж, здесь рейкс-гвардии, циндлера, да и ей вообще все, ни по чем этой пехоте. И вот здесь вот, все-таки, насколько имбовый это юнит, вот обратите внимание, в составе империи против орков. Целая толпа вот здесь вот на нем висит, и нифига, короче, ничего она ему сделать абсолютно не может. То есть, нету забойных каких-то. Ажак тот же мог бы с воздуха зайти, ну и почему-то нету стрелков, мы не видим в составе. Да, во втором бою Арагорн уже, конечно, пересмотрел состав, и стрелки там были, и так далее. И второй бой-то он как раз затащил. А вот здесь-то, все-таки, насколько орки уязвимы для танка, если удается его сохранить от вражеских стрелков, особенно от этих ржавых стрелял, то посмотрите, они просто-напросто толпами вообще били. Да, они отбежали и вернутся, но тем не менее, как бы они в это время уязвимы. Ну и остатки здесь тяжелых мечей, все-таки зря Арагорн так уж прям толпой накинулся на этот танк. Он, конечно, цель номер один, но не панацея, скажем так. Цель даже номер два. Первая цель у нас это имперский полководец. Хотя танк, наверное, все-таки больше цель номер один, в том плане, что он и без полководца никуда не спешит. Вот и сеет он ужас и панику среди орков, прежде всего. Да, и звери от него тоже толпой бьют. Против зверей не шибко он требуется, а вот именно против орков он очень здорово заходит. Хорошо XNG использует шипастный щит, посмотрите. Постоянно он его откидывает, то есть как только он появляется, сразу он урон оружие на нас, да, он сразу вырастает и плохо вырастает. Остатки даже тех же мечей неплохо справились с четкими пацанами. Ну, а между тем вот эти орочи волны, посмотрите, это его пехота, они накатываются на танк и бегают. Вот этим пухом, все-таки насколько действительно танк по жескачу заходит. Ну и здесь уже у орков все, тем более после гибели Ажага никаких шансов, конечно, здесь выстоять против танка не остается. То есть могли бы еще зайти эти, кто они у нас, четкие пацаны орков на вебрях, но их все меньше и постепенно-постепенно их разгоняют, чтобы толпу они бегают. Все, что здесь вокруг танка, плюс еще ужасающий, ну, на морали, на морали тащит империя этот поединок. Мало того, что маунт у нас с ужасающим видом, ну, еще и танк со своим ужасающим видом. Есть дисциплина, аж за сотку он его там дисциплина не позволяет, он оркам. Ну и худо-бедно, но мечники сохранили здесь тяжелые мечи. Ну, конечно, мало, и в чистом виде выйдя они сейчас без поддержки танка, конечно, против прочей пехоты. И понятно, чем дело кончится. Но, тем не менее, мечи выстояли, и танк настрелял в итоге аж 160. Один меч 148 набил. Бега себе, вот это, да, два юнита на калашмателе по полной программе. Да, она и здесь-то пеха неплохо сыграла. Даже пацаны, вон там что-то по 38, по 36 убили сквиги. Вообще он сквигов были 96, более чем приемлемый, да, 93-103. Ну, по большей части пехотное сражение, поэтому, в принципе, здесь, как и цифры, они говорят о многом. Ну, грубо, по 900 человек, там армия, да, 900 моделей, и 160, 148, два юнита на калашмателе, конечно, это немало. Но это вот как раз тот отряд, успелы которому так никто и не учат. И очень здорово он отстоял. Пистольером не дали сыграть, конечно, и вот эти товарищи сразу сыграли. Ну, и неплохо, ну, все неплохо, но танк не убили. А так все, конечно, зашибись.